Относительно акватории судов, которые находятся в акватории завода «Океан», вам что-то известно, как-то вы осуществляли туда свои действия со стороны Дельта Моцман, проводили суда или даете ли какие-то согласования, известно ли вам что-то вашему ведомству о нахождении судов и их цели пребывания? Мы осуществляем лосманскую проводку, согласно КТМ и нормативно-правовых документах Минтранса, Мининфраструктуры. Это район обязательной лосманской проводки, соответственно, без морского лосмана, в принципе, невозможно, либо там его поштрафовалось, либо прочее. Задача лосмана по КТМ и по нормативке – это получить заявку, прибыть на судно, жестко, четко назначенное указанное время, если невозможно, то там заранее ведут и переносит и так далее. Осмотрение, ну там, экспресс, так сказать, осмотр судна на предмет готовности к плаванию, подтверждение капитаном судна науковой связи в отношении готовности судна к плаванию, все и вперед. А вы знаете, какой груз там, например, такие какие-то моменты, нормы безопасности там соблюдаются? Я хотел бы там подчеркнуть, что лосманскую организацию, ну, может, как бы там все-таки должно действовать в рамках закона, да? Лосманскую организацию интересует только одно – состояние судна, его мореходные характеристики и безопасность движения, и сам факт заявки через там аккредитованного агента, ну, через аккредитованного агента. Не скажу сейчас, как бы там по нюансам обязательных постановлений в Николаевском порту, под которые до сих пор еще подпадает завод «Океан», ну, именно в отношении нюансов. Да, дело в том, что территория акватории арестована, и просто интересно, вы должны осуществлять проводку на арестованную территорию, на арестованную акваторию завода. У вас разве нет ограничений на этот счет? Смотрите, по нашему мнению, по нашему мнению, вот наша задача – это провести судно к… Алло, алло. Да, я вас слышу. По нашему мнению, наша задача, в соответствии с КТМОМИ нормативкой, провести судно и ошвартовать его, а тот причал, к этому, вернее, причалу, к которому мы получили заявку. Заявки, на заявке есть огласование портнадзора и диспетчерской порта. То есть, портнадзор согласовал швартовку к причалам океана, раз вы провели, и раз суда там сейчас находится. Я правильно вас понимаю? Точно так. Равно как и когда осуществляется отход судна. А вас не удивляет, что портнадзор согласовывает швартовку к арестованным причалам? Удивляет ли нас? Ну, смотрите, первое. Мы не получали ухвалу суда. Вот это постановление Печерского суда вы не знаете, что арестован Акватория? Ну, еще раз, мы исходим, как бы, там, все-таки из, ну, там, неофициальной информации или из официальной осуществления на сегодняшний, смотрите, но я, как бы, хотел бы, чтобы вы все-таки, как бы, там, ну, услышали, да, ну, не то, что объективных случаев зрения, наверное, вообще нет. Есть Китая, которая конкретно говорит, что в случае получения заявки Лос-манская организация обязана поставить Лос-манс 99-го, я КТМ. И если такое невозможно, то заранее уведомить по времени. То есть у нас люфт только по времени. Другого люфта у нас нет. Поскольку мы монопольная организация в этой сфере по определению, по, ну, нарушению вот этой, как бы, догмы, там, исходя из определенного, там, анализа, там, и так далее, мы рассматриваем как злоупотребление монопольным становищем. О том, что акватория площадью 70 тысяч квадратных метров и подходный канал длиной 800 метров, о чем постановил Печерский суд, вы просто об этом, как бы, не уведомлены, и поэтому вы осуществляете моцманскую проводку туда суден, несмотря на то, что эта акватория арестована, о чем, как бы, ежедневно пишут телеканалы, сайты, газеты, что это арестованная акватория. И там запрещена хозяйственная деятельность, любая экономическая деятельность, а суда там ремонтируются каким-то образом, их туда проводят. Ну, мне, ну, как бы, там, плюс-минус понятен запрос, но еще раз говорю, первое, мы не опустили официально, там, ухвалы для решений суда, второе, ну, я так понимаю, что мы не являемся там ни третьей стороной, как бы, там, никем, ну, я снова же не берусь сейчас судить, это, там, хозяйственная спора, или это, там, в рамках уголовного производства, или, там, ну, иные какие-то, там, про социальные вещи. Третье, норма, это я, мои нормативки, сказал, ну, прямая, оперативная, как бы, там, норма, которую мы исходя из-за своей, там, практики, анализа, уточнений, многочисленных консультаций, там, и так далее, как бы, там, придерживаемся. То есть мы не можем, ну, грубо говоря, как бы, там, заплывать за буйок. Вот есть четко черченые для Лос-Пской организации круг прав и обязанностей. Ну, то есть это не вопрос, а условно говоря, громадскости, это не вопрос, там, ну, то есть, там, буи стоят на канале, не на техниках, мы можем предъявлять претензии к суднам, в случае, как бы, там, если отказывает главный двигатель, или мы даже на старте видим, что судно, как бы, там, не на рекламе, на АПС, на АПС, то есть, а там несколько суден сейчас на ремонте находятся, а вы знаете, что именно в них неисправно? Или они не на ремонте? Ну, а дело в том, что, когда ехали, сюда идут самоходом, то, как правило, это еще действующие документы, и они просто там пометятся, или за полтора, или в рамках какого-то религиста у них было. Я понял. Сейчас, когда там они не зафрактованы, они зашли в ремонт. Хорошо. В отношении, снова же, не желает бы, там, на коллег, как бы, указывать, портнадзор по факту оформляет под ход, портнадзор не уведомляет, снова же, если они, в свою очередь, получили подобную захвалу, не уведомляет о, ну, там, какой-то невозможности, там, выполнять комитеты социальные действия, поверьте, что тематика, на самом-то деле, несмотря на осуществление, но она нам, там, понятна, с точки зрения, именно, как бы, правовой стороны, то, что мы, там, делали, там, мы всегда можем, что мы в большинстве следующей арендации, ну, то есть, вся такая. То есть, я же понял. Хорошо, спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо. Спасибо.